Вместе хором запевай. Эту команду хорошо знают воспитанники Иркутского кадетского корпуса. Во время учебного года юноши регулярно посещают занятия по вокалу. И сейчас они готовятся уже к праздничной осенней линейке. Глеб, кадет четвертого курса, рассказывает, ответственная подготовка ко всем выступлениям тоже тренирует дисциплину. Одновременно это отдушено от традиционных будней, а музыкальный талант в себе открыл только благодаря руководителю. Он помог нам найти внутри себя скрытые таланты, научил нас многому и как будто бы открыл в нас какие-то двери, которые раньше были закрыты. В стенах училища уже пять лет трудится Александр Николаевич Пирч. Он музыкальный руководитель. За небольшой срок работы наш герой создал коллектив «Алые погоны». Кадеты под его руководством ежегодно участвуют в конкурсах разных уровней. В копилке коллектива уже более 60 дипломов, благодарственных писем и других наград. Учитель рассказывает, попасть в группу может не каждый. Важен талант. Желание, конечно, должно быть, но еще должны быть и природные данные. Потому что я ничего не сделал, если у него нет слуха, ну вот вырожденного прям природного слуха или чувства ринтва, я ничего не смогу сделать. Может быть, кто-то умеет это делать? Я не умею. А сроки очень короткие. Александр Николаевич не только учитель. Он член регионального союза композиторов России и награжден знаком общественного признания за вклад в развитие Ленинского округа. За его плечами Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств, множество авторских песен о любимом Иркутске и 30 лет работы в должности солиста образцово-показательного оркестра ГУФСИН России по Иркутской области. Признается, патриотические песни его слабость. Все времена свой долг выполняем сыновей. За матушку Русь мы сейчас и подвиги прадеда вспомним. Не будет им стыдно за нас. Музыкальный руководитель уверен, творческие заслуги не исчисляются регалиями. Ему просто нужно творить, тогда он чувствует, что живет. Поэтому участие в конкурсе «Гордость земли Иркутской» стало для него срюпризом. Пока мужчина занимался с воспитанниками, руководство все решило за него. И не зря. Именно так Александр Николаевич стал победителем в номинации «Мы славим тебя, Иркутская область». Замечательно выразился Конфуций. Вот найди себе работу по душе, и ты не будешь в жизни работать ни дня. Вот это про меня. Это про меня. Я считаю, что мне повезло очень с профессией, с работой. И все ребята, которые участвовали в этом конкурсе, я думаю, что они этого же мнения должны придерживаться. Потому что они работу свою делают великолепно, замечательно. Они славят нашу Иркутскую область. И дай бог, чтобы таких людей было как можно больше. Дарья Пастушенко, Артур Ощупкин. Новости сейчас.